В эфире обозреватель лайф Евгения Костина в студии. У меня в гостях Николай Жандоров, руководитель торговой площадки закупки пром.юа. Мы поговорим о такой классной очень штуке на самом деле. Буквально год назад, мы сейчас можем подводить итоги, настоящая украинская перемога настоящих реформаторов случилась. Начал работать специальный закон про публичные закупки. Сегодня мы можем подводить какие-то реальные итоги. У нас очень много будет сегодня инфографики. Вы реально можете посмотреть цифры, почему мы можем гордиться такой реформой, почему это очень здорово. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, давайте для тех, кто не знает. Год назад начали бороться с этим совсем. Сначала 1 апреля, ура, все государственные закупки начали осуществляться через систему Прозора. Ее создали украинские айтишники. Как вы вообще к этому пришли, докатились до жизни такой и зачем это было сделано? Бороться начали на самом деле не года, а три года практически назад. Почти сразу после Майдана группа людей начала искать, где себя применить в реформировании страны. Понятно, что у нас в стране очень большая беда была с коррупцией. И коррупция строилась... Она и остается. Будем говорить правду. Ну, я говорю про то время и ту ситуацию. Коррупция строилась на нескольких китах. И один из этих китов, огромный кит, это были государственные закупки. Ребята решили применить себя в этом. Они создали инициативную группу абсолютных волонтеров на тот момент. Начали собирать бизнес, начали собирать представителей гражданского общества и власти для того, чтобы вообще придумать, а что мы можем с этим сделать. Приехали ребята из Грузии, которые в Грузии внедряли государственные закупки на тот момент, в период реформ Саакашвили. Делились опытом. Приезжал мировой банк, ЕБРР, делились опытом. Рассказывали о том, как это бывает, как это применяется в разных странах мира. Мы все вместе сидели, на все это смотрели и пошли другим путем. Так часто бывает, на самом деле, когда вы берете... Ну, то есть создать что-то новое, на самом-то деле, в мире, ну, большая редкость. И вообще, там, одно из философских течений говорит о том, что новое вообще не создается и не происходит. Это некая композиция того, что уже было. И если говорить о Прозоро, то это композиция некоторых нескольких систем, гибридная платформа, которая раньше в мире не существовала, но мы создали и начали запускать в Украине. И основная идея, которая, ну, некое видение системы, которое было и которое остается, оно звучит, как все видят все. То есть, коррупцию и вообще проблемы в каких-либо подобных сферах, как госзакупки, нам кажется, можно победить исключительно прозрачностью. Отсюда и название, на самом деле, которое предложено было через Фейсбук Владиславом Рожкованом. Отсюда и все принципы, на которых строилась система. Это, в первую очередь, прозрачность. Ну, собственно говоря, вот так вот и пришли и продолжаем это делать. Продолжаем проливать свет, ну, сейчас уже в большей степени на публичные закупки, на то, как государство тратит наши с вами деньги. Ну, не только государство, но и местные органы власти, об этом, внимание, спойлер, мы поговорим. Но тоже, опять же, спойлер. И даже не спойлер, я просто спрошу напрямик. Правда ли то, что система, украинская система Прозоро заинтересовалась в других странах, собирается ее брать на аутсорс? Ну, не совсем, абсолютная правда, но не совсем на аутсорс. Так, скажите. Да, система выиграла несколько очень престижных международных наград и продолжает выигрывать. Идея очень понравилась. И идея прозрачности, и идея мультиплатформенности, когда государство делает центральный компонент и задает правила игры, а частный бизнес предоставляет услуги уже конечным пользователям, как заказчикам, которые объявляют торги, так и поставщикам, которые в торгах участвуют. Да, во многих странах система презентуется. В Молдавии сейчас происходит пилотный проект под эгидой ЕБРР. В Валенсии презентовали систему. В Испании происходит интерес, заинтересованность к этой истории есть. Один из факторов, которым сейчас занимается, одно из направлений, которым занимается Минэкономика и Департамент публичных закупок, звучит как Go Global. Это некое масштабирование и продажа идеи, продажа самой идеи не за деньги. В другие страны и имплементация подобных систем в других странах, в других государствах. Но может так выйти? Просто есть специальные системы таможенного контроля, которые в том числе через твининг, мы сейчас этим всем занимаемся. Украина внедряется постепенно и на пространстве ГУАМ, так называемым. Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова тоже будут единые таможенные правила, единая таможенная система. Возможно ли, что на базе платформы Прозора будет какая-то международная система государственных закупок, в которой могут участвовать все и везде? Смотрите, как видение, это очень интересно. Если отвечать коротко на вопрос «возможно», то да, возможно. Возможно, даже в Украине бороться через коррупцию могут практически лучшие в мире айтишники, а украинские айтишники. Это да. А с точки зрения имплементации подобной идеи, вообще мир движется в сторону глобализации. Границы стираются, упрощается их пересечение, упрощается транснациональная торговля. Поэтому я не вижу каких-то там абсолютно блокирующих факторов, которые сделают это невозможным. С точки зрения имплементации, безусловно, если говорить о бюрократии, вот столкнувшись с европейскими институциями, на самом деле у нас не самые страшные бюрократы. Объективно. Просто если у нас часто ты видишь в бюрократии скрытые смыслы, да, там это и коррупция, и сферы влияния и тому подобные вещи, то в Европе ты очень часто видишь бюрократию ради бюрократии, и вот это вот вообще убивает, потому что тут непонятно, как с этим работать. Ну, мы знаем, да, мы безвизовый режим уже ждем очень долго. Да, это, ну, как это, прогнозы футурологов, да, там очень много пунктов, и там типа 2023 год. Там, в январе безвизовый режим для Украины откроют, на это раз 100%. А у нас есть собственные тарологи, которые говорят, что не получат, ну, как бы, мы об этом не говорим, мы говорим тихонечко. Посмотрим. Нет, ну, сегодня уже стало известно, что, в принципе, уже, ну, 100% да, ну, тоже да, действительно посмотрим. Ну, нам уже просто принципиальный этот вопрос. Ну, он не столько нам поможет, сколько мы чувствуем себя, будем лучше, мне кажется. Да, нет, ну, так, 144 требования, в том числе прозрачные, да, закупки там тоже были. Это одно из первых, что мы сделали. И это очень удачно, мы, мы, удачно вы придумали. Спасибо за это большое. Слушай, система Прозора включает не просто платформу, которая по продаже, да, уже несколько продуктов даже появилось. Вот тоже о них расскажите, пожалуйста. Потому что на нас смотрят и народные депутаты, которые, если надо будет, мы их там за законотворчество ругаем и все остальное. Ну, кроме того, и бизнес тоже, который хочет знать, как расширить. Смотрите, ну, да, система, начиналась у системы публичных закупок, это Прозора. Дальше начинают рождаться дочки такой этой системы. Запущена система Прозора Сейл, это система, которая помогает государству реализовывать то имущество, которое у него есть. Ну, наше государство самый большой покупатель в стране, ну, поскольку очень много всего проходит через публичные закупки. Но оказалось, что наше государство еще один из самых больших продавцов в стране. Потому что очень много всего лежит, да, как оказалось. В закромах родины. В закромах родины, да. Это все нужно реализовать, это все реализовывалось раньше, там, через какие-то, иногда через схемы списания, иногда через, ну, некие закрытые, там, бумажные аукционы, иногда по, ну, совершенно неизвестным алгоритмам. Сейчас мы делаем... Как мы распродали армию. Ну, в том числе, да. Сейчас мы делаем систему, которая помогает государственным органам реализовывать имущество. Идет проект с фондом гарантирования вкладов физических лиц. Сейчас это реализация имущества ликвидированных банков, он достаточно успешен. Сейчас проект масштабируется на государственные предприятия и государственные органы. Эта система вряд ли будет обязательной в законодательном поле. Причина очень простая. Ну, госорганы должны, там, господприятия, в первую очередь, они должны заниматься реализацией имущества, в первую очередь, для того, чтобы стать, там, более эффективными. Ну, те, которые, там, могут стать более эффективными. Поэтому загонять их в некие, там, законодательные русла, и, там, вот вы обязаны, там, в какие-то сроки, какими-то методами что-то продавать, это, может быть, не нужно продавать. С одной стороны. С другой стороны, мы сейчас видим, что есть, там, ряд госпредприятий, которые ратуют за прозрачность, которые показывают, действительно, что пришел эффективный менеджмент. Понятно, что сразу же возникла зрада, что этому менеджменту, оказывается, надо платить деньги. Но, тем не менее, он туда пришел, и эти люди делают очень многое. И они ухватываются за идеи, подобные, там, про Зоросейл, для того, чтобы реализовать то, что называется, там, надлышковым майном, излишним имуществом, или же, чтобы реализовать то, что списывается. Ну, то, что уже пришло в негодность, там, от металлолома, начиная от металлолома, заканчивая непрофильными, там, активами, зданиями. У нас один из самых больших владельцев недвижимости в стране, это Министерство инфраструктуры. Ну, вот у меня во главе не совсем укладываются цели, задачи и миссии Министерства инфраструктуры и предоставление услуг аренды. Бедный Амелян, да. Да, предоставление. Нет, так это же не Амелян придумал, на самом деле, это же ему это разгребать. И тоже нельзя сделать все одновременно. ВГИО, фонд госимущества, поэтому существует такой инструмент, как приватизация, собственно говоря. И делали паспорта на каждое из предприятий. У нас, ну, очень много, около 10 тысяч, по-моему, государственных предприятий. Сейчас уже гораздо меньше. Юлия Ковалев, спасибо ей большое за то, что она привела более-менее там все в порядок. Ну, и, кстати, я не могу не отметить, что по итогам 2016 года в топ-10 самых крупных плательщиков налогов в Украине выпали Укргазбудобывание на первом месте, Нафтогаз Украины на втором месте, по-моему, там еще некоторые энергетические предприятия, именно государственные предприятия и табачники. Ну, это же бывает. Да, ну, раньше был просто приватбанк, входил еще до национализации, до потери его активов. И табачники были, на самом деле, на первом месте, никаких государственных предприятий энергорынка не было. Ну, вы же понимаете, что это произошло не из-за того, что табачники начали платить меньше налогов. Абсолютно, да. Там, если посмотрите, кстати, на обозревателя, в разделе экономика, можете посмотреть, мы буквально недавно выпустили этот рейтинг, вместе с процентами, насколько увеличились объемы поступлений в государственный бюджет, собственно говоря, этих самых налогов. Ну, там даже в 40 тысяч процентов есть. Да. Неэффективные ранние предприятия. Кстати, можно ли перевести приватизацию вот тоже на такую платформу? Посмотрите, приватизация, приватизация и рознь. На самом деле, это очень сложная и большая сфера. Если говорить о малой приватизации, ну, когда там есть госпредприятие, которая, вся функция которого сводится к владению и сдаче варенья до задания. Да. Такое есть и есть достаточно часто. Да, безусловно, можно это продавать через там прозрачные аукционы, прозоросейл. То есть, это более-менее понятный рынок. Если говорить про приватизацию Одесского припортового завода, к примеру, то вот проблема в подобных объектах отнюдь заключается не в прозрачном аукционе. Проблема заключается в due diligence, проблема заключается в подготовке процесса этой приватизации, в оценке объектов, в там инвестиционных планах, которые инвесторы, в обязательства, которые инвестор на себя берет. И вот тут прозрачный аукцион, это десятые доли процента, который важен. Поэтому от того, что он проходит на бумаге или в помещении под софитами, под камерами журналистов, или от того, что он проходит онлайн, ничего не поменяется. На самом деле, таких объектов, как ОПЗ, их 10, которые достаточно, но все равно боятся, что даже ОПЗ будет продан голландским аукционом, так называемым, через этот инструмент, и очень бы не хотелось. Какие-то такие мелкие предприятия было бы очень классно. Ну, план есть, план есть для того, чтобы малую приватизацию. Там есть некие, ну, вопросы в нормативном поле, и они сейчас там обсуждаются и решаются. Но план провести малую приватизацию через Prozorosale есть. Класс. Не могу тоже не спросить через Prozorosale. А так как распродают недвижимость, вообще имущество банков. У банков много автомобилей. Ну, я просто, правда, я интересовалась, смотрела, потому что это реально в 3-4 раза дешевле купить через этот, там, абсолютно бэушный, ну, как бэушный, не разобранный, да, там, буквально 3-4 года автомобилю, хороший автомобиль, цена такая. Можно ли обычным, смертным принимать участие в таких аукционах? Да, разумеется. Ну, на самом-то деле, и вся идея в том, что вот система Prozorosale, если мы говорим там про активы ликвидированных банков, еще, это не бизнес некий, это, ну, нету бизнеса, который настроен на покупку этого имущества. Ну, то есть, бывают ситуации, в которых бизнесу что-то нужно, он приходит, и вот это одна из возможностей купить. Ну, если мне как бизнесмену нужно помещение, я могу пойти на рынок недвижимости, купить там новое или же вторичное помещение, а могу пойти посмотреть, что продается на аукционах, да, и купить опять-таки на аукционе с неким дисконтом. Но это более безопасно, я правильно понимаю, потому что юристы-то сопровождают эти сделки? Безусловно, но дело более безопасно, тяжело сказать. Это просто часто более эффективно, потому что дешевле. Точно так же и простые смертные, да, тот пример, который вы привели с автомобилем, безусловно, чаще автомобиль дешевле купить, когда он там был в залоге, то есть, ну, сейчас он идет с неким дисконтом. Дальше в процессе аукциона он приходит плюс-минус к рыночной цене, ну, потому что есть несколько участников, которые хотят его купить, и они повышают ставки. Плюс-минус по рыночной цене он продается, но иногда немножко ниже, чем рынок, иногда немножко выше, чем рынок, но опять-таки это весь вопрос участников, которые там принимают решение, за сколько они хотят его купить. Ну, как вариант. Ну, на самом деле, мы просто часто, у нас есть такой полэкспертов, юристов, да, хороших, которые знают на этом все, и мы постоянно предупреждаем об аферах на рынке недвижимости, да, в том числе с покупкой автомобиля, и всем говорим о том, что потратьте несчастный там 100 долларов, да, когда покупаете там за 100 тысяч долларов квартир, тратьте 100 долларов на консультацию юриста, нотариуса, чтобы он посмотрел договор. А здесь уже четко понятно и ясно, что не будет особо проблем. Да, безусловно, когда продающей стороной выступает государство, риски попасть в лапы мошенников вместе с нами же. Сейчас с вами буду львиная доля наших зрителей не согласиться, считая, что государство таки одно из мошенников. Ну, вот сейчас мы делаем так, чтобы вы поверили в то, что это правда, но не всегда. Давайте все-таки, да, перейдем к госзакупкам, а то мы сейчас уйдем в схоластику. Мы любим, мы это умеем. Итак, пять фактов о закупках в Прозоро. За этот год практически 340 тысяч тендеров. Да. Как система выдержит? Вот не могу, правда, не спросить. Исходя из последнего скандала с НПК и с реестра электронных деклараций моего любимого просто реестра, который просто упал и лежит, и там его палочкой, знаете, так вот во время заседания кабинет администров так дергает, проверяет, жив клиент или нет. И они его просто практически закрыли, эту систему, не посмотреть, не проверить. Почему у вас не падает ваша система, если 340 тысяч тендеров? Смотрите, когда обсуждалось то, о чем я говорил в начале, про ту самую гибридную модель, когда обсуждалась модель, как будет функционировать Прозоро, вот и было принято решение о том, что государство отвечает за некий центральный компонент, все остальное делает бизнес, потому что бизнес умеет хорошо и явно лучше, чем государство, оказывать сервис. То есть работа работе рознь. Копать ямы можно на самом-то деле одинаково эффективно, но оказывать услуги и сервис, ну давайте смотреть правде в глаза, где вы получаете лучшее обслуживание, там, где вы платите деньги или там, где вы часто все равно платите деньги, но государству. Ну вот, и это очевидно. Да, и это достаточно очевидно. Именно поэтому, вот, ну, когда случилась эта история с НАЗК, мы очень сочувствуем коллегам на самом-то деле, и, ну, нет никакого злорадства, но вот явно получен ответ на вопрос, зачем в системе Прозоро частные площадки и почему это таки стоит денег. Ну, вот именно потому, что не падает. Потому что это все стоит денег, это все инвестиции в технологии, в оборудование, в обслуживание, в людей, которые работают за зарплаты, но они поддерживают эту систему и делают ее такой вот, чтобы она не падала ни от 300 тысяч, ни от трех миллионов тендеров. Ну, вот и прекрасно. Сэкономили 16,6 миллиардов гривен. Да. Друзья, ну, это треть субсидий, которые выделяются, на самом деле, и ежемесячный пенсионный фонд. Количество поставщиков 43 тысячи. Это только украинские или зарубежные тоже? Ну, зарубежные тоже, но их там доли процента, на самом деле, на сегодняшний день. В основном, это украинский бизнес. А почему так? Почему у нас иностранные компании? Мы их не пускаем или они не хотят? Нет, мы их пускаем. Ну, смотрите, то есть, что такое Прозоро, ну, что такое госзакупки с аукционом? Это некая конкуренция. Да, конечно. И одно дело, если там, ну, государство покупает чай или конфеты, одно дело мне продать это украинскому предприятию, пускай я даже импортер. Я уже здесь нахожусь, у меня уже здесь склад, у меня уже здесь логистика, другое дело мне привести все это из-за границы, заграничному предприятию. Это раз-два. Открытые торги с публикацией на английском языке, это некая, там, так называемая европроцедура, они идут от определенной суммы, там, от 533 тысяч евро. Да, ну, там, там есть разные пороги, по которым уже идут торги с публикацией на английском языке. То есть, не все торги публикуются там, ну, на другом языке, и не все торги обязательно к публикации. Соответственно, ну, иностранные предприятия не всегда, там, ну, имеют в штате русскоязычных людей, которые могут перевести, или украиноязычных, которые могут перевести это на язык носителя. А это еще одна услуга, которую может оказывать система прозора. Ну, на самом-то деле, да, но тут вопрос в целесообразности. Вот, очень часто вопрос в целесообразности, потому что, ну, большинство международных компаний, большинство международных игроков имеют у нас представительство. И эти представительства участвуют и побеждают. Ну, то есть, когда мы говорим, что, там, государство купило телевизоры Samsung, оно их, конечно, купило у... У вендора просто, да. У ООО, да, какого-то, или же у, там, ну, некого дистрибьютора. Но при этом, ну, как бы, участвовал украинский бизнес или международный? Украинский. Украинский. Налоги заплачены в Украине. При этом телевизоры все равно Samsung. Ну, вот, как-то так. Поэтому говорить о том, что, там, какой-то очень большой процент... Я посмотрела, у нас тоже телевизоры Samsung. Да, какой-то очень большой процент из зарубежных поставщиков играет, это не так. С другой стороны, когда, там, торги идут укргосдобычи, например, по специфичным достаточно вещам для нефтедобычи, но у нас узкий рынок, в мире рынок достаточно широкий, там, в основном, торгуются международные иностранные компании. Даже без украинских представителей. Но они все равно обязаны проводить торги у нас, в Украине. Да, разумеется, торги проводятся в Украине, привозится сюда поставка, здесь оплачиваются деньги или же они плачиваются там за границу. Есть определенные условия поставки и оплаты. Все зависит от конкретного тендера. Ну, классно. Я попрошу просто следующий слайд вывести на экран. Значит, топ-5 государственных закупщиков в системе Прозора по количеству торгов. Это очень прикольно. Первое место. Киевский метрополитен. То есть, ну, казалось бы, что там можно, что можно там, в принципе, закупать. Как станцию метро Левобережка нужно сделать? Не надо вот это бить по больным местам. Николай, не надо. А то мы можем тоже там, знаете, ласточки вот это все. Да, ну, смотрите, на самом-то деле нужно понимать, что это, конечно, шутка про метро Левобережная, но... Не, ну почему? Метро Левобережная все равно выходила для этого, выходила все равно на Прозор. Да, разумеется. И теперь мы все видим, за сколько сделан этот невероятный ремонт. И это хорошо. И на самом деле вот в этом конкретном случае, ну, очень часто там люди разгоняют так называемую израду и говорят, что вот система Прозора не работает. Вы посмотрите, какой ремонт на Левобережке сделан через Прозора. Да нет, на самом-то деле. Такой ремонт на Левобережке сделан конкретными руками конкретных людей. И закупка оформлена конкретными руками конкретных людей. Вот только благодаря системе Прозора мы все видим, за сколько сделан ремонт, кем сделан ремонт, как объявлялась эта закупка и почему так произошло. Раньше произошло бы ровно то же самое, только никто бы концов не нашел. Дороже бы. Ну, дороже это даже, ну, там, может быть, за эти же деньги, может быть, дороже, но концов бы никто не нашел. А теперь мы с вами крупные профессионалы в том, кто делает ремонт, как делает ремонт. За сколько? Как проводятся эти платежи? Вот эта вот миссия «Все видят все» вот здесь она-то и выполнена. И вот мы с вами можем это теперь обсуждать. И теперь голова болит у очень многих людей на тему того, как же сделать так, чтобы теперь там все было нормально за эти же деньги, а не еще раз ремонт провести. И теперь очень пристальное внимание. Средства массовой информации, правоохранительных органов ко всему этому истории. И сейчас спасает тех чиновников, которые все это занимаются, только одно ремонт не закончен. Я вот предполагаю, ну я хочу в это верить, по крайней мере, что при столь пристальном внимании общественности ремонт будет закончен в совсем другом виде. Ну и главное, чтобы они успели. Ну на самом деле действительно информационные поводы система Прозора дает очень классно. Ну допустим там бронированный автомобиль для главы на автогаза господина Коболева, там была такая тоже разгонялась типа зрада, в итоге отказался. На самом деле я считаю, что очень зря он отказался. От этих торгов, потому что рука Кремля не дремлет. И мы знаем, как в центре Киева происходит убийство, когда надо кое-кому. Вот. Зато мы уже полтора года не покупаем российский газ. Всем привет. Да. А еще, кстати, если касается, там, коснуться Евровидения, проведения тоже, там, знаменитые логотипы, все остальное, это тоже через Прозора делалось. Знаете, с логотипом Евровидения вообще удивительная штука. У нас очень часто мы пытаемся показать себя экспертами в том, где мы экспертами не являемся. Есть такое понятие, эффект Даннинга-Крюгера, когда... Да-да-да, сегодня я начинала утро с этого. Да-да, чем выше экспертность человека в каком-то вопросе, тем меньше его уверенность в собственных силах, да, и это падение. Но при этом люди, которые в вопросе совсем не разбираются, они считают себя абсолютными экспертами, очень часто, по любому поводу. Это чисто психологическая ловушка, нужно о ней просто помнить. Вот я, например, ничего не понимаю в создании логотипов. Когда я увидел этот логотип за 15 или за 10 тысяч долларов, вот у меня не возникло внутри никакого чувства, потому что я не знаю, сколько он стоит. Ну, на самом деле... Как-то неконцептуально он пробежал. Это вот моя любимая... Да-да-да, 100%. Возьми сам так пробеги, ну и все. Нет, мне очень... Мне, кстати, очень понравилось то, что я увидела потом раскрутку рекламы этого логотипа, потому что все думают, что там просто логотип, и за это мы заплатили. Или нет, там заплатили за то, что там будут потом это все печататься на продукции. Просто у нас, к сожалению, люди не знают, что такое роялти, например, да. И почему у нас артисты там бедные, вынуждены там выступать на корпоративе, потому что по-другому они зарабатывать не могут. Ну, там наши зрители могут посмотреть у нас на YouTube-канале. У нас было интервью с Павлом Зибровым. Привет ему большой. Он как раз рассказывал о том, как он заключил теперь контракт с компанией, которая занимается караоке. И они делают специальную, тоже разрабатывают продукт, IT-продукт, который будет, скажем так, считать, сколько раз там песни Павла Зиброва спели, ну или промурчали, проорали, да, и потом ему эта компания будет платить деньги. Это интересно. Да. Ну вот, а почему бы и нет? Потому что, ну реально, у нас не знают, что такое роялти. Это печаль беда. Именно так и происходит. Так, у нас еще, кстати, в топ-5 госзакупщиков по количеству торгов вошла два филиала Укрзалезнити, Департамент развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариупольского горсовета и Энергоатом. Запорожская АЭС, это хорошо, это прекрасно. Укрзалезнити сейчас действительно покупают, ну те, кто ездит в поездах, видят, какое началось белье нормальное, постельное, можно спать, не бояться. Вот сейчас тоже из недавнего туалеты будут закупать за огромные какие-то деньги. Такие вот, честно, мне еще не тяжело комментировать, я тоже видел закупку туалетов. Мне тяжело комментировать именно по той причине, о которой я говорил, про логотип. Я без малейшего понятия, сколько стоит вакуумный туалет в поезде. Я вот ни разу в жизни его не покупал. Ну вот, видимо, столько он и стоит. Я думаю, что там уже пробивали. Я очень надеюсь, что меня Бог милует, я никогда в жизни не буду покупать вакуумные туалеты в поездах. Поэтому вот, ну, мне тяжело сказать. Закупка это есть? Есть. Есть. Торги там проведены. Значит, есть, система выполняет функцию, которую она не возложена. Дальше эксперты в вакуумных туалетах в поездах должны дать свое решение. Я очень хочу вакуумные туалеты в поездах. Пожелаю, чтобы эта экспертиза была чем-то подтверждена. Я очень хочу, потому что мне как-то... Очень хочется ехать нормально за такие деньги. Ну, все сейчас просто будут разгонять к тому, что вот как только покупают за такие огромные деньги, значит, подорожает проезд, и все остальное, проезд дорожает не поэтому, ребят. Потому что вот к этому мы потом перейдем. Следующий там у нас слайд есть. Топ-5 поставщиков по количеству победных предложений. Вы знаете вообще эти предприятия? В целом, да, разумеется. Да, украинский папир. Это туалетная бумага? Нет, это не туалетная бумага. Это констовары и все, что связано с оборудованием, ну, с офисными вещами, с канцелярией. Отлично. БАД-Б. Да. Это что такое? Это фарм-дистрибьютор очень большой, Днепропетровский. Так. Эпицентр, понятно. Промгарант плюс. Это тоже, по-моему, какая-то канцелярка. Нет? И медицинский центр МТК тоже этот. Вот если перейти к следующему слайду, вы сразу поймете, почему именно эти компании. Значит, в топ-5 категорий прозора по количеству торгов. Продукты, питание, напитки, табак. Все верно. Мы уже много едим. Пьем, курем. Я говорила, давайте в прямом эфире это делать. Мне почему-то... Не разрешают. Наш продюсер не разрешает говорить, ведите себя прилично. Жаль, я бы бывал в вас чаще. Вы можете передать привет нашему продюсеру. Нет, на самом деле просто речь о чем? Речь о том, что в продукты питания, да, и как мы знаем, что такое бюджетная сфера? Это больницы, детские сады, школы. И все эти установы обязаны, ну и чиновники тоже, простите, они тоже иногда едят. В Верховной Раде мы знаем, как ест. Тоже читательный обозреватель очень подвздушно, скажем прямо. И они все равно все обязаны закупаться через прозор. Да, разумеется. Ну, по сути, так и происходит. И нужно понять, что вот 46 тысяч торгов в категории продукты питания, напитки, табак не означает, что там 46 делим на 3, да, и там это треть продукты питания, треть напитки, треть табак. Нет, там на самом деле табака, на табак могли быть одни или две, ну, одни или несколько торгов всего лишь. Просто это одна и та же категория согласного классификатора. Поэтому вот так и происходит. Так, второе медооборудование, фармпродукция. Да, разумеется, но больницы, медучреждения, там органы власти часто, опять-таки аптечки и все остальное. Ну, да, очень большое количество торгов происходит именно в этих категориях. Мы едим и лечимся. Прям совсем. Нефтепродукты, топливо и электроэнергия. Это вот о чем мы и говорили. Вот как раз это окрызали, знаете, метрополитен. В том числе, да, Министерство обороны огромный покупатель на самом деле топлива. И тоже покупает топливо через Прозоро. И очень, ну, мы видим экономию, да. Если раньше очень интересно было там наблюдать. Ну, поскольку бумажные торги очень тяжело перевести. Вот те, которые раньше происходили в машиночитаемый вид, можно было только случайно что-то найти. Ну, там бензин, грубо говоря, я не знаю, сколько стоит бензин, я не езжу за рулем, но там если бензин стоил 20 гривен на заправках, то государство покупало по 25. То есть сейчас происходит наоборот. Если бензин на заправке стоит 25, государство покупает по 23, по 22. И это очень видно, то есть экономия на нефтепродуктах, которые никогда не было. Нефтетрейдеры, которых там часто обвиняют в сговоре или еще что-то. Очень хорошо видны все сговоры, когда они начинают рубиться. Да, они начинают рубиться на аукционах, снижая цены, причем существенно снижая цены, обвиняя друг друга в демпинге. Но они, конечно, обвиняют в демпинге, понятно, это их бизнес, им часто это не нравится, но при этом мы с вами все вместе получаем гораздо более эффективное государство, гораздо более эффективное расходование наших с вами средств, как налогоплательщиков. На самом деле некоторые поставщики топлива, там некоторые огромные сети заправок, бесплатно дали столько количества топлива, что им огромное спасибо. Да, это тоже очень важно понимать, что революция и текущая ситуация с войной, она очень много социализирует бизнес, бизнес очень много делает. И Прозоро для нас, как для бизнеса, начинался в большей степени как социальный проект, и мы очень долго думали, искали, мы вообще там что-то заработаем или нет. Ну и с точки зрения там инвестиций, возврата инвестиций. Что вы еще, зарабатывать решили на Прозоро? Ну, вообще-то, поскольку мы являемся частным бизнесом, а не благоверительной организацией, мысль была именно такая. Но если говорить о возврате инвестиций, мы больше все-таки видим здесь социальный эффект, это эффект роста экономики, который мы ожидаем от этой системы, чем там каких-то заработков. Но инвестиции возвращаются, все равно окупаются. Просто вы знаете, это не стыдно на самом деле зарабатывать, и возвращать инвестиции, это тоже не стыдно. Значит, зачем заниматься бизнесом? Еще нет, но мы видим, да, что мы их вернем, уже сейчас мы это видим, но пока до этого еще далеко. Просто этим примером вы говорите то, что просто огромная машина, огромный инструмент, интеллектуальный разум украинцев, и вот он дает свои плоды и делает сразу несколько, решает несколько задач. Это очень круто. Так, у нас на четвертом месте строительные работы. Это вот опять же то, о чем мы говорили с вами всегда, что это больницы, садики, ремонты, которые проводятся, потому что все видят, что уже практически везде заменены окна на пластиковые. Мы очень надеемся, что вы покупаете хорошие пластиковые окна, заказывать у хороших компаний. На самом деле, вы смотрите, тут тоже нужно понимать, это палка о двух концах. С моей точки зрения, государство должно покупать наименее дорогое из приемлемого. Ну вот почему часто... Так, давайте о зле, да. О лучших из зол. Ну, смотрите, на самом деле, когда мы с вами, очень часто когда-то мы внедряли систему позора, когда мы ездили, рассказывали в регионы, собирали чиновников, собирали госслужащих, мы очень часто слышали аргумент на тему того, что вот я покупаю там, не знаю, молоко или бумагу, я домой покупаю это, оно хорошее, поэтому оно дорогое. Отчего это я буду на работу покупать не это? Ну и у меня есть, на самом деле, ответ на этот вопрос, потому что домой мы с вами покупаем за собственные деньги. И наше право решать, покупать дорогое, дешевое, потому что мне продавец нравится, потому что это мой местный бизнес, и я вот этим поддерживаю. И еще по миллиону причин, когда мы покупаем за собственные деньги. Государство покупает не за собственные деньги. Понятия государственные деньги не существует. Это деньги налогоплательщиков, наши с вами. Когда кто-то покупает за мои деньги, я хочу, чтобы он покупал самое дешевое из приемлемого. Если я покупаю себе там телефон Apple, я покупаю это за свои деньги. Но если я бы покупал за чужие, то, наверное, я бы покупал телефон Nokia, который там дешевый, для того, чтобы он звонил. Он выполняет свои функции? Выполняет. Окей. А то, как он выглядит, извините. Ну вот это моя позиция как налогоплательщик. Вы просто рассказываете изнутри историю. На самом деле во всех тендерных документах нам прописываются условия. Не просто, чтобы звонил. Если надо, чтобы он выглядел красиво, это все прописывается. Если надо, чтобы оно было местного производства, это все прописывается. Это насчет местного производства, это уже прямая дискриминация, так прописывать нельзя. Да, разумеется. Это для любого, для всех товаров нельзя так прописывать? Для всех товаров нельзя прописывать местное производство, потому что на самом-то деле вопрос исключительно эффективности. Да, очень часто местный производитель может перевести это через дорогу дешевле, чем производитель из другой области. Но вот и пусть он даст на тендере более дешевую цену. Зачем ставить условия, в которых он не будет торговаться и не будет вынужден поставить низкую цену? Да, знаете, это экономические законы, которые работают, но должны работать. И вот, может быть, один из немногих примеров, когда экономический закон напрямую работает. Мы просто не можем, да, почему заговорили, как раз переводим на местные органы власти, на местную, скажем так, инфраструктуру и логистику. У нас следующий слайд, это топ-5 регионов Прозора по количеству торгов. Очень интересная такая статистика. Я когда своим ребятам делилась, показывала топ-5 регионов, все спросили, почему нет Киева и Киевской области. Так вот, Днепропетровская область, которая, ну, я прекрасно знаю, это они лидеры в Фейсбуке по лайкам и ненависти, и дислайкам по хейтерам, потому что все им отчасти там завидуют, да, говоря о том, что... Ну, я просто знаю, что Днепропетровская область с распростертыми объятиями просто принимала систему Прозора с самого начала и практически первыми перешли полностью на государственные закупки. Так вот, в Днепропетровской области 50 700 торгов за год, правильно я понимаю? Донецкая область 31,4 тысячи, Винницкая 17,4 тысячи, Запорожская 15 тысячи, Черниговская область 14,4 тысячи, чуть-чуть не дотянули. С чем это может быть связано? Ну, кроме мы Днепропетровскую не считаем, вот остальные считаем. С чем это может быть связано? Смотрите, в первую очередь это связано с децентрализацией, с теми процессами, которые происходят в сфере распределения государственных средств, в сфере распределения бюджетов. То есть, чем больше происходит процесс децентрализации, чем больше власти отдается на места, тем, разумеется, на места отдается больше денег, потому что это связанные вещи. Соответственно, местные органы власти, а поскольку законодательство обязывает их проводить торги через Прозор, они вынуждены эти средства реализовывать этим образом. Да, именно так и происходит. Если говорить, почему нет Киевской области, потому что тут рейтинг именно по количеству регионов, то есть тут исключены города. То есть, если бы здесь была Киев-КМДА, то вот именно КМДА была бы лидером. Ну, потому что это городадминистрация, естественно, Киев как столица, все-таки огромное количество торгов и средств реализуют через Прозор. Но если говорить о властях, то действительно процесс децентрализации идет. Но этот рейтинг очень хорошо на самом деле показывает не только процесс децентрализации, но и желание местных властей использовать систему, поскольку закон устанавливает требования, обязательное проведение процедур от определенных порогов. Вот история про допороговые торги, это история на сегодняшний день добровольная. Ну, и вот тут вот мы видим, кто у нас доброволец, кто у нас соленый огурец. Так часто бывает. Ну, вот, кстати, да, если так переходить. Ну, допороговые госзакупки, это вот тоже одна из там взрат, которая, скажем так, разгоняется. Далеко не все знают, что такое допороговые и пороговые закупки. Просто, опять же, чуть-чуть маленький спойлер, мы к этому потом перейдем. Жалобы и требования. Вот у нас будет следующий слайд, собственно говоря, почему они возникают. Что такое допороговые закупки? Что такое пороговые? Почему не обязательно их использовать? Смотрите, закон говорит о том, что начиная от определенных сумм обязательно использовать некоторые процедуры системы Прозоро. То есть, начиная от 200 тысяч гривен на товары и услуги и на полтора миллиона на работы, обязательно использовать электронные аукционы, проводить процедуры, там, открытые торги, эта процедура называется. Ниже этих порогов обязательно опубликовать, так называемый, отчет о том, что был закуплен тот или иной товар или услуга. Но при этом электронные торги в системе могут не проводиться. Но видеть результаты мы будем. Да, видеть результаты мы обязательно будем. Почему принято было такое решение? Потому что оно очень тяжело, на самом-то деле, определить ту границу, с которой проведение электронного аукциона становится эффективным. Сейчас мы ее уже опытным путем видим. Скорее всего, будет законодательный процесс, который будет понижать пороги и заставлять в большей степени использовать электронный аукцион. Пока, ну, понятно, сейчас там вопрос каденции Верховной Рады, вопрос подготовки этих документов, но план такой есть, желание есть, и мы понимаем, что это повысит эффективность, с одной стороны. С другой стороны, тут тоже нельзя удариться в обязательность везде и во всем, потому что аукцион на 20 гривен проводить смысла нет. Конечно. А очень, ну, когда у нас были, только запуск был системы, и было пилотирование добровольное, использование которых госорганов, использовались манипуляции. Когда проводился тендер на 300 грамм припоя, ну, это олова, 300 грамм, ну, ничего не стоит, да? Не приходил никто из поставщиков на этот тендер, разумно, я бы тоже не стал тратить свои деньги. Разгонялась зрада о том, что прозоро не работает, вот у нас остановилась вся работа, потому что мы не смогли 300 грамм припоя купить через систему. Да, в том числе и дробили. Поэтому, ну, нужно соблюсти некий баланс. Сейчас мы понимаем, что, ну, явно мы, и явно там законодатели, когда принимали закон о публичных закупках, пороги слишком высоки. Их, очевидно, можно опустить. Посмотрим. Ну, просто вот эти даже, да, действительно 200 тысяч можно подробить, и сейчас это одна из схем самых распространенных, на самом деле. Очень много, и даже вот полтора миллиона на строительные работы, например. Ну, это не мало. Это не мало, и поэтому их спокойно дробят на мелкие. Нужно еще тоже понимать, что на самом-то деле вот история про дробление, очень часто это прямое нарушение законодательства. Потому что законодательство говорит о пороге по коду, то есть сумма закупок в год определенных вещей на эту сумму. То есть если эта сумма превышается за год, то обязательно уже использовать послепороговые торги. То есть нельзя провести два раза торги по 199 тысяч гривен. Ну, потому что вторые уже превысят. Это прямое нарушение законодательства. Нужно понимать, что нарушениями законодательства должны заниматься контролирующие органы, а не система прозора, и уж тем более не частный бизнес. Становиться карающим мечом революции, увольте, не хочу. Хочу оказывать сервис, хочу показывать населению, гражданскому обществу, что происходит с их деньгами. Дальше должно вступать население, гражданское общество и контролирующие органы. И спрашивать у тех, за кого мы с вами голосуем, почему так происходит. Такой, знаете, риторический вопрос. У нас бывают, приезжают народные депутаты, но вот как раз те, которые приезжают к нам в гости, и, собственно, к ним вопросов-то по этому поводу и нет. Потому что, когда открываешь, голосование, как человек ходит, какие инициативы законодательные, там скролишь, 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 а он все время подает законодательные инициативы и подает. И ходит в Верховную Раду и отдает свои голоса. Особенно мы вот по пятницам с большим удовольствием следим. Как раз когда министерства отчитываются перед Верховной Радой, и Верховная Рада им задает непонятный вопрос. Вот не могу не перейти, да, как раз к жалобам. А, это мы уже перешли к продаже. Ну, просто про жалобы. Значит, общее количество жалоб и требований буквально за год. Более 28 тысяч, ненамного там больше. На решение организаторов торгов из этой суммы, ну, из этой цифры почти 20 тысяч. Но достаточно много. Да, это правда. Это почему так случается? Почему организаторы фу-ху-ху? Это, вы знаете, такой вопрос достаточно риторический. Потому что, ну, как... Ну, потому что жалоб ты потом еще в антимонопольный комитет. Я знаю, что туда поступает очень много жалоб. Собственно говоря, это и есть жалобы в антимонопольный комитет. Смотрите, что происходит. То есть, объявляются торги. Вот тут два типа. На условия тендера и на решение организатора торгов. Ну, то есть, поскольку люди, которые занимаются там публичными закупками, не занимаются этим давно, они умеют читать законодательство и нормативные акты. Им, ну, обычно они могут выписать документацию таким образом, чтобы, ну, не допустить там возможности обжаловать саму документацию. При этом им все равно часто хочется принять то или иное решение в обход там здравого смысла, экономики, а для того, чтобы достичь каких-то своих целей. Это не всегда коррупция. Плюс к тому, часто... Молоко вкусное, мы же помним, да. Да, и на самом-то деле, вот откровенно, очень часто это совершенно искренняя забота чиновника о том, чтобы работать его коллегам было хорошо и комфортно. То, что это за наши с вами деньги, это некий next step, ну, вот следующий шаг, который пока мы не научились делать. Часто не научились просто. Да, думать в общем, обладать неким стратегическим видением, а не какими-то частными интересами. Не всегда коррупционными. Плюс к этому нужно понимать, что часто проблемы публичных закупок это не коррупция, а профессионализм. Но нет у нас профессии закупщик в стране. У нас... Ну, объективно, в ВУЗах этому не учат. Вот Киевская школа экономики только сейчас запускает программу профессионализации. И это один из столпов реформы публичных закупок, это профессионализация закупщиков. Ну, потому что... Ну, нужно понимать, что человек, который там отвечает за пожарную безопасность, ему пришли и сказали, «Ты завтра еще и торги проводишь?» Ну, блин, вот как... Что? Что такое интернет? Не стреляете в баяниста, играет как умеет. Это правда. И так часто бывает. У нас с тендерными комитетами... Это общественная нагрузка. В госорганах публичные закупки — это общественная нагрузка. Отношение к общественной нагрузке... Вот у нас воспитывали коммунисты 70 лет абсолютно специфичное. Да, вот вы как мне платите, я так и работаю. И это можно понять. Это не профессионалы часто. Когда в дело вступают профессионалы, Нафтогаз тому пример, который взял менеджмент из бизнеса, которые профессиональные закупщики, которые на этом собаку съели. Получите. Вот и эффект. Один из моих тоже любимых таких примеров, когда... Кто мне рассказывал? А, Борис Филатов рассказывал, кстати, о птичках Днепре. Он рассказал, что он долго искал вообще людей, которые могли бы оформить документацию на предоставление финансового кредита от европейских банков, которые с большим удовольствием готовы давать под 5%, под 2%, лишь бы брали. Но нет людей, которые могли бы оформить, просто тупо расписать бизнес-план и расписать, подписать договор. Но они потом нашли. Ну, собственно, вот оно и показывает, почему вот так оно получается. Это очень круто. Николай, у нас как обычно, у нас даже 50 минут не хватает всегда на разговоры. Я просто тоже, опять же, я люблю ставить на паузу и приглашать людей, знаете, повторно рассказывать о таких вещах. Тем более, это действительно наши с вами деньги. Это очень важные штуки. Это миллиарды гривен, которые мы платим. Вот вы спрашиваете, куда идут наши деньги? Вот куда они идут. Вот сюда идут. Бумагу не идут. Вот они сюда идут. Дороги в том числе, больницы, школы. Это все качество нашей жизни. Качество жизни, которую мы заслужили, отдав столько крови и отдавая столько крови даже сейчас. Мы надеемся, что это закончится. Негативные истории в нашей жизни, в жизни Украины. И благодаря вот таким вот вещам в первую очередь. Я вас благодарю мало того, что за эфир, и за то, что вы делаете такое неблагодарное дело. Ну ничего, все будет хорошо. Спасибо. Мы на это надеемся. Не переключайтесь, пожалуйста. Очень много всего интересного впереди. И до встречи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok